Сильнейшие юные грации Сибири сразились за звание чемпионок. С 12 по 16 января во Дворце художественной гимнастики прошло первенство Сибирского федерального округа. На Омском ковре, помимо хозяек соревнований, выступили спортсменки Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей и Красноярского края. Одна из сильнейших кандидаток в мастера спорта среди амичек Юлия Вагнер в программе индивидуального многоборья в упражнении с булавами показала самый лучший результат на соревнованиях – 22,3 балла. Упражнение с обручем и мечом воспитанница Елены Арайс и Марины Дрозд тоже хорошо отработала. Однако в упражнении с лентой допустила ошибку. В итоге результат Юлии – второе место. Обошла омскую художницу спортсменкой из Новосибирской сборной Ева Миронова, которая безупречно отработала все виды. Субтитры создавал DimaTorzok Я в общем довольна собой. Конечно, что-то не получилось. И над этим я буду дальше продолжать работать. Но пока для меня этот результат очень огромный. Спасибо моим тренерам, которые меня так усердно тренировали. Я очень рада. Третье место на пьедестале почета заняла еще одна омская гимнастка – Алина Ломакина. В индивидуальном многоборье по программе первого спортивного разряда весь пьедестал заняли омские спортсменки – Ульяна Янус, Елена Мальцева, Лада Супрун. Отметили также тренера-победительницы Марину Дрозд. Мне понравился лично сегодняшний день, потому что я выступила и неплохо, и нехорошо. В те дни, те два дня я не очень выступила. Ну, а вообще мне удалось сегодня больше всего скакалкой и без предмета. По результатам командного первенства омские спортсменки оказались на первом месте. Второе и третье места достались, соответственно, гимнасткам Кемеровской и Новосибирской областей. В групповых упражнениях по программе первого спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта на вершине пьедестала также оказались омички. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова